друзья всем привет это продолжение предыдущего ролика как и обещал показываю всем в этом ролике про эту подошву какие у нее могут быть еще предназначения кроме того что она опорная подошва для распиливания каких-либо деталей смотрите в этой подошве есть вот такая вот скоба она устанавливается на редуктор болгарки то есть в отверстие стандартно крепится вот такими шестигранными болтиками вот через шайбочки сейчас я установлю и вы увидите ставить как она крепится крепится вот таким ключом было бы конечно удобнее если было бы были барашки но обойдемся и крючок вот я установил в эти отверстия посадочные по рукоятке вот этими болтиками получается такая вот площадка в этой плане в этой площадке приварены две гайки под разную резьбу и можно будет вставлять эту ручку получается вот такое вот приспособление то есть ручка 3 3 отверстие для рукоятки в ней нет стандартного зато есть вот такая рукоятка то есть получается такое расширение возможностей такое дождь ты ж можно вот так не только вот так вот имеют так удобно достаточно плюс можно менять угу угол наклона этой ручки и так и вот так вот можно то есть вот так вот так вот так вот можно допустим если понадобится вот так вот можно вообще через шайбочки все устанавливается поэтому редуктор не царапается кому это очень важно вот затягивается таким образом площадка выкручивается ручка из этой скобы и устанавливается уже непосредственно вот сюда в этот отверстие сама крепится тоже либо болтиком можно закрепить либо вот опять же вот этой станок ручкой я креплю ручкой ручкой легко потом регулируется глубину то есть открутил ручку опустил чуть машинку или вот так наклонил поднял вашим движется и затянул но у меня становится зачем спорно при помощи вот этой вот подошвы то есть становится стационарным машинка ведь она стоит вот угол наклона я вот такой вот выставляю выберу вот такие вот уже ранее показаны всем струбцинами элементарно просто беру и зажимаю прижимаю струбцинами вот эту вот подошву стал получается стационарная такая некая машинка на которую можно устанавливать вот такую тарелку мягкую накручиваешь затягиваешь и получается такая вот достаточно плотная конструкция ведь я стол шатаю а единственное амортизирование вот этого происходит но она не столь прям критичная для каких-то работы здесь нужно какие-то не суперсложные работы выполнить допустим что-либо заточить круги вот такие вот можно крепить можно вот такой волочный круг для чего-то подавать я сейчас включу покажу как это все работает насколько трясет шатает вот это один из вариантов на скорую руку показывает что попало под руку также есть еще кроме тарелки можно естественно установить еще какие-либо насадки сюда ну и нежелательно ставить вот ну пильные диски но это ни к чему такие переходники какие-то вот для зашлифовки для реза стоит не стоит ставить я бы не ставил бы естественно по обязательно ставить защиту но в каких-то работах или можно или применять это все прекрасно сейчас он покажу с другой насадкой какие есть возможности вот смотрите вот всем известный патрон опять же все знают что можно применять вот он вот становится таким переходником притянуть у такой что-либо в него зажимать тот же камешек можно взять вот смотрите сейчас покажу починить нажать и что-либо обтачивать можно опять же руки свободны и да тут по всем точкам и так протянуть по всем этим ключиком и вот получается вот такая вот насадочка тоже можно что-либо зато это вот такой вот вариант веса еще есть конечно еще очень просто бомбейский вариант это можно взять и применить вот такой вот гибкий вал я всем показываю уже на весу держал машинку а это вот просто цена вот так вот протянуть и вот я вот заранее сейчас установил уже вот это фреза алмазного да ну что-либо можно зашлифовать смотреть смотрите как работает прекрасно вот это вот я показал вот как можно что-либо опять же свободными руками как бормашинкой что-либо вот допустим вот ключик вот тут здесь изнутри да ну опять же алмазный ну не столь важно сейчас чем да главное что вот можно подлезть опять же где-то ювелирного так свободными руками спокойно с любыми оборотами пожалуйста можно зашлифовать чистить что-либо вот смотрите вот здесь вот я взял зашлифовал вот эти легко подлезть также без гибкого вала это можно естественно сделать если допустим просто в патрон вот кстати нашел камешек сейчас вот так вот вот ржавый ключ гаечный вот таким образом вот сейчас видели как я это сделал зачистил вот такой вот вот собственно говоря вот речь была вот об этой стойке подошве направляющей опорной до для распиливания каких-либо предметов но вот она позволяет вот трансформироваться в такую агрегатик такой небольшой и работает стационарно прекрасную вещь всем рекомендую вот это копейки стоит это копейки стоит чуть подороже копейки стоит надеюсь всем понравилось подписывайтесь ставьте лайки и дизлайки дизлайки кстати тоже для ютуба расценивается как активность на канале поэтому хотят дизлайкайтесь все равно будет в рейтинг проходить видео в итоге всегда ранжироваться из-за вот этой активности или лучше вообще тогда не ставьте ничего если вам не понравилось все всем пока надеюсь это всем все пригодилось